Здравствуйте! Сегодня я начинаю знакомить вас с содержимым моего волшебного бьюти кейса. Сегодня мне бы хотелось рассказать вам о тех тональных основах, которыми я пользуюсь, которыми я долгое время доверяю. Расскажу о тех, которыми я пользовалась какое-то время, но потом перестала пользоваться, и о тех, которые бы мне хотелось бы попробовать, но еще, к сожалению, у меня такой возможности нет. Начну свой рассказ о тональных основах с двух средств, которые я давно уже очень-очень люблю, которыми пользуюсь удовольствием, и особенно в летний период возвращаюсь к ним опять и опять. Это вот такие вот два средства от марки Бобби Браун, это BB крем и CC крем. Я о них рассказывала в недавнем видео про средства с SPF защитой, а сейчас я хочу еще раз о них рассказать, но уже видео про мои тональные основы, потому что это действительно два моих основных фаворита для летнего времени года. Данными позициями пользуюсь, как я сказала, уже давно. Начну коротко рассказывать про BB крем. Он с SPF защиты 35, так же, как и CC крем. Он у меня в оттенке medium. Обе данные тубы в объеме 40 мл, и это отличное средство, которое, с одной стороны, увлажняет, ухаживает за моей кожей, уменьшает какие-либо покраснения и очень активно мою кожу заживляет, и, в-третьих, очень и очень неплохо перекрывает те небольшие несовершенства, которые на моей коже присутствуют, и дает такой очень приятный финиш. Это средство совершенно не видно на вашем лице, оно очень и очень хорошо растушевывается. Я, как правило, и BB и CC кремы я свои наношу с помощью пальца. Я не использую ни кисти, ни Beauty Blender для нанесения этих средств, потому что мне кажется, что с помощью пальчика, который соответствует температуре вашего тела, подобные средства наилучшим образом растушевывают. Этот BB крем очень люблю, и в летнее время года, когда не надо, лишь немножечко подкорректировать тон своей кожи, я с удовольствием к нему прибегаю. Второе средство также от марки Bobby Brown, это вот такой вот замечательный CC крем. Это практически брат-близнец BB крема, но только это Color Corrective Cream, то есть CC крем, он у меня в цвете Warm Nude, тёплый, телесный. Что хотела я рассказать о нём? Он также с SPF защитой 35, он имеет несколько менее плотное покрытие, нежели BB крем, то есть если на вашей коже совсем незначительные различные оттенки, если, видимых несовершенств, они нету, и вам надо лишь немножечко откорректировать тон вашей кожи, сделать его чуть более однородным, то в этом случае данный CC крем вам очень и очень подойдёт. Он ещё более лёгкий, чем BB крем, его совсем-совсем незаметно на лице, и в принципе в летнее время года, когда ваша кожа и так слегка загорев стала выглядеть лучше, я думаю, что вот этот вот CC крем это очень-очень неплохое средство, содержащее в себе и уход, и SPF защиту, и лёгкое тонирование. Мой любимчик среди тональных основ на данный момент, это вот такой вот Estee Lauder Double Wear Light, это Stay in Place Makeup. Эта основа имеет SPF защиту 10, она в объёме 30 мл, в моём случае это оттенок Intensity 3.0, и данная основа очень хорошо подойдёт для всех обладательниц комбинированной жирной кожи, потому что она даёт очень приятный, не совсем матовый, но такой ближе к матовому всё-таки финиш, она очень хорошо держится на комбинированной жирной коже, особенно если вы перед нанесением тональной основы нанесёте на вашу кожу специальный праймер или базу под макияж, она держится очень-очень долго, она не смазывается, и то, как она перекрывает несовершенство кожи, мне тоже очень-очень нравится. Так, например, для съёмок своих видео я, как правило, использую именно эту тональную основу, она мне очень-очень нравится, повторюсь опять. Ещё одна очень неплохая тональная основа для комбинированной жирной кожи, это основа от Chanel, это Matte Lumiere. Здесь SPF защита 15, это Long Lasting Luminous Matte Fluid Makeup. Это достаточно лёгкая тональная основа, которая, как я уже сказала, создана специально именно для жирной комбинированной кожи, то есть она даёт такой очень приятный матовый финиш, и её достаточно легко и удобно наносить. Она очень хорошо смотрится на вашем лице, при правильном нанесении тонким слоем и хорошей ростушёвки её совсем-совсем незаметно, и она очень хороша в носке, тоже её люблю, и периодически к ней прибегаю. Вообще основы Chanel очень-очень неплохи. Ещё одна основа потрясающая, которая мне очень-очень нравится, это основа от Yves Saint Laurent. Основа называется Touché Clout. Я впервые о ней услышала несколько лет назад в блоге Lizzy Eldridge. Она рассказывала, что это отличная тональная основа на водной основе, которую обязательно надо встряхнуть, которая очень хорошо наносится, очень хорошо растушёвывается. Она даёт вашему лицу такое очень-очень приятное сияние, и она очень хорошо смотрится и на красных дорожках, и во время фотосъёмок ваше лицо с ней прямо светится здоровьем и молодостью. В ней есть мелкие-мелкие светоотражающие частички, и несмотря на то, что на вашем лице тональная основа есть, выглядит ваше лицо очень естественно, очень натурально и очень молодо. Если говорить о совсем жидких тональных основах, о тональных основах, которые наносятся буквально несколькими капельками, это, конечно же, вот знаменитая Maestro от Giorgio Armani Fusion Makeup. Здесь также SPF защиты 15, основа вот в такой вот бутылочке с пипеточкой, дозатором. Перед тем, как начать основу наносить, она очень-очень жидкая. Опять же, повторюсь, не забудьте хорошо её вот так вот взболтать и только потом уже наносить. Данная основа очень хорошо наносится бьюти-блендером. Я бы как раз вот подобные основы не рекомендовала наносить пальцами, а бьюти-блендером данная основа нанесётся очень-очень хорошо, будет очень естественно натурально выглядеть на коже, и она достаточно неплохо перекрывает. Не могу сказать, что она прям полностью уберёт все-все-все несовершенства вашей кожи, но, во всяком случае, перекрытие основа маэстро Джоджи Армани даёт очень-очень неплохое. Так, оставайтесь со мной, впереди ещё очень-очень много интересного.